Духовность – основа экологического воспитания. Круглый стол с таким названием состоялся в Республике Коми. Представители власти, духовенства, экологи, педагоги, представители социальных, науко- и общественных организаций собрались в Белом зале Дома архиепископа для того, чтобы обсудить актуальные проблемы охраны окружающей среды. Мы – часть природы, и наше отношение к ней должно быть, как своему телу – украшать, но не калечить. О личной ответственности каждого человека за сохранение природы на земле говорилось навстречу. Ведь в этом вопросе человек верующий должен помнить, что, преображаясь духовно сам, он может и преображать мир вокруг себя. Доброе отношение к животным, благоразумное использование природных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде – вот то, что, по мнению участников «Круглого стола», необходимо воспитывать с детства. И церковь также может внести свою лепту в дело экологического просвещения. Первичным является воспитание человека, а потом уже можно ему доверить в руки научно-технические военные достижения. Иначе, как повторяли все святые в один голос, первенство считают в России оптинские и другие, но повторяли все ученые, что знание без воспитания – это меч в руках сумасшедшего. Именно грехи человека губят не только его самого, но и окружающий мир, вырабатывая потребительское к нему отношение. В связи с этим экологи и духовенство могут помочь друг другу сформировать в обществе ответственное отношение к миру вокруг нас. Также за «Круглым столом» говорилось о важности объединить усилия в деле сохранения северной природы. При общении священнослужителей, изучение основ экологии, науки и законов функционирования биосферы. Но если мы обратимся с вами к истории Русской Православной Церкви, к истории монастырей, то действительно утрачительное использование земли было как раз на церковных угодьях, на монастырских угодьях, где очень рационально, без использования химикатов и так далее, обрабатывала земля. «Круглый стол» стал информационной площадкой для сбора инициатив и предложений, и платформой для диалога. На встрече решались вопросы координации просветительской и природоохранной деятельности. Все участники «Круглого стола» смогли высказать свое мнение, после чего была согласована и подписана резолюция.